Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондарева. Наш партнер – Ивантеевские кабельные сети. Цифровое и обычное ТВ в домах Ивантеевки. На выбор до 150 различных телевизионных каналов. В том числе и городские новости на телеканале Ивантеевка 24. И на канале еще одного нашего партнера – подмосковного телевидения 360. Сегодня в выпуске. Как из изумруда сотворить бриллиант? Секретами раскрытия талантов делятся педагоги Центра творчества. Припарковался на газоне? Плати! Госадомтехнадзор наводит порядок. Юбилей! Центр развития предпринимательства отметил десятилетие. Об этом и многом другом прямо сейчас. На газонах парковаться нельзя. Это диктует не только правила по благоустройству, действующие в Московской области, но и здравый смысл. Госадомтехнадзор три раза в неделю объезжает городские дворы в поисках нарушителей по жалобам жителей. В этот раз в фокус попали дворы домов номер 9 и 11 по улице Богданово. У меня больные ноги. Я вот приехал, машину поставил. Вот моя стоит. Ауди. Ну и куда я должен? В гараж туда-сюда ходить. В любом случае, вы нарушаете. Вы встали на зеленые насаждения. Я знаю, ничего не говорю. Владимир Михайлович получает штраф не в первый раз. В прошлом году он уже платил за неправильную парковку. За автомобиль, оставленный на газоне, придется отдать от одной до пяти тысяч рублей. В случае неоплаты штрафа административные дела направляются судебным приставом для принудительного взыскания. В доме номер 11 по улице Богданово Владимир Михайлович живет уже 35 лет и давно мечтает о легальной парковке. Однако, не все соседи его поддерживают. Администрация города сейчас проводит работу по полустройству. Ну, я понял. Вот даже если мы сейчас запланируем здесь парковку сделать, вот только что жители выходят и говорят, нам здесь парковка не нужна. Поэтому, в любом случае, жители домов, вот вашего дома, если вы хотите, чтобы у вас здесь была парковка, проводите общее собрание жителей дома. Я житель этого дома, я против этой парковки. Потому что безобразие. Они паркуются в 2 часа ночи, когда уже люди спят и уже пора отдыхать. И не нравится мне парковка у нас есть вот за домом. Вот пусть наши там и паркуются, снимают. А то у нас привыкли делать все около дома и чуть ли не в подъезд. У кого есть машина, снимай гараж или есть платные стоянки. Перехватывающая парковка около станции «Детская» находится прямо рядом с 11-м домом. Но жители не спешат оставлять там личный транспорт. Мы уже рассказывали вам, что зимой там снимали колеса с машин. Вот и некоторые жильцы считают, что она небезопасна. Ну, как я могу машину куда-то еще? Там ее разберут пока. Во-во-во-во-во-во. Кроме машин на газоне, жители жалуются на одинокий гараж-ракушку, притаившийся в кустах. Хотят знать, есть ли документы на него и кто закрасит неприглядные надписи. Нина Васильевна Щербакова сама собирала все документы и решала вопрос о месте расположения гаража. Разрешение есть. И согласование есть с администрацией города Ивантиевки. И подпись главного архитектора есть, да? И все документы я оформляла. Когда вы выполните работы по покраске? Сегодня. Отлично. Или завтра, в крайнем случае, завтра. Ну, давайте, два дня у вас на это есть. Сами понимаете, да, что телефоны, которые написаны... Конечно, конечно. Мы закрашиваем специально, но не знали, что они такие страшные. Всего под административную ответственность в этот день попали около 10 автовладельцев. В течение недели им придет оповещение о штрафе, который они должны оплатить в течение двух месяцев. Я продолжаю выпуск. Совет общественной палаты собрался на минувшей неделе в городской библиотеке. Состояние дел с городским парком, его реконструкцией и планами на будущее волнует наших общественников. И на их вопросы отвечает председатель комитета по культуре Александр Леонов. Городским парком до 2012 года практически не занимались. Но три года назад ситуация в корне изменилась. С 2013 года в городском парке началось благоустройство, а с 2014 года в Московской области стартовала программа «Парки Подмосковья». Ивантиевка поначалу в эту программу вошла, но потом была исключена из нее. В программу губернатора попадают только те парки, которые имеют проект планировки парка. А у нас лес. Нам нужно из леса сделать парк. Поэтому нужны предпроектные работы, которые мы начали в 2014 году. Казалось бы, они не видны, но они работают. И существует региональный парковый стандарт правительства Московской области. То есть мы должны делать так, как предписано постановлением правительства Московской области. Ведутся работы по инвентаризации и заполняются ведомости Дендроплан. У нас два тома этого описания. Что подлежит вырубке, что не подлежит, а почему подлежит, почему не подлежит. Александр Аркадьевич надеется, что когда сделают проект планировки парка, нам удастся войти в областную программу и рассчитывать на софинансирование работ по созданию парка. В этом году затраты на парк составят 10 миллионов рублей. А нужно в десятки раз больше. Разговор пристальный и серьезный. К нему еще вернуться. Что такое общественная палата? Это же не собрание людей у подъезда. Есть контрольные функции, есть свои собственные полномочия и даже обязанности. Так как же мы будем их выполнять и что мы будем контролировать, если стоит еще вопрос, стоит ли нас информировать о том, как это будет выглядеть. Люди-то у нас, теперь говорят, 70 тысяч ходят и с нас и спрашивают. Еще одна животрепещущая тема ЖКХ. Анна Дунаева, председатель местного объединения потребителей России, проанализировала обращения жителей. Анна отметила, с каким настроением обращаются к ней люди по вопросам ЖКХ. Они идут с жалобами, им нужна помощь. Но они не пытаются обратиться к профессионалам, а разобраться в законодательстве. Они сразу начинают с негатива. Мы пытаемся их поставить на путь того, что нужно уметь вести диалог с управляющей компанией. Нужно уметь договориться, прийти и поговорить. Не бояться, пытаться решить проблему, а не закрываться от нее, настраивая жителей своего дома против управляющей компании. Нам, как общественным деятелям, нужно помочь жителям становиться активнее, озвучивая свои права и обязанности, тем самым помогая как своим жителям многоквартирных домов, так и управляющим компаниям, для того, чтобы выстроить в итоге продуктивный диалог. Дунаева предлагает общественной палате организовать встречи с жителями в виде семинаров для советов домов. Например, раз в месяц по средам в КДЦ. Это предложение для выстраивания диалога между жителями, между управляющими компаниями. То есть, самой главной, основной проблемой непонимания – это незнание. Незнание правовой стороны вопроса, незнание самих технических исполнителей. И для того, чтобы и жители, и управляющие компании четко пришли к взаимопониманию, нам нужно именно проведение вот этих вот семинаров, которые поставят все на место. Уже определились и с первой темой семинара – плата за коммунальные услуги и повышение тарифов. Также сегодня решили пригласить на одно из следующих заседаний руководителя администрации Александра Ракина, чтобы обсудить с ним социально-экономическое развитие города, изучили состояние дел на стадионе труд, проанализировали цены на продукты, особо отметив, что подмосковных товаров минимум на прилавках. И обсудили проблему второй смены в школах. Открытой сменной школе присваивают номер – восьмой. После изменения статуса здесь будет набор в начальную школу. Ивантеевские промышленные гиганты демонстрируют рост производства. По сообщению официального сайта городской администрации, темпы роста промышленного производства на Хухтамаке СНГ составили 113%. Закрытое акционерное общество «Савакрим» – 143%. Королевский трубный завод – 179%. Все о налогах, документах и регистрации. Центр развития предпринимательства совместно с Институтом управления и права провел очередной круглый стол для руководителей малого и среднего бизнеса в Ивантеевке. Актуальные проблемы налогообложения физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. Круглый стол собрал не только сегодняшних предпринимателей, но и завтрашних – юристов, экономистов, студентов. Основные изменения налогового законодательства в этом году – какими налоговыми льготами могут воспользоваться предприятия малого бизнеса, как правильно оформить налоговый вычет по расходам на обучение, не только обсудить актуальные темы, но и задать конкретные вопросы сотрудникам Пушкинской налоговой, городской администрации, экономистам. На улице Рощинской, 9, можно стать обладателем шикарной улыбки. Здесь скоро откроется стоматологическая клиника «Денталь». Первым пациентам готовят скидки и подарки. Здоровые и крепкие зубы – мечта каждого человека. Осуществить эту мечту просто. Достаточно заглянуть в новую стоматологическую клинику «Денталь». Новейшее оборудование, современный подход к лечению зубов – простая формула, которая позволяет специалистам «Денталя» решать задачи любой сложности. Во-первых, не должно быть больно, а во-вторых, долго. Именно поэтому процесс протезирования зубов уникален для Ивантеевки. Основная проблема, которую мы решаем – это одномоментная нагрузка на импланты. То есть наша работа направлена на то, чтобы пациент ушел с зубами после операции. То есть удаляется зуб, одномоментно ставится имплант и одновременно на него одевается коробка. В клинике «Денталь» чутко относится к эстетическому протезированию зубов. Коронки и виниры из керамики оксида циркония соответствуют самым высоким требованиям. Ваши зубы будут выглядеть безупречно. Можно воспользоваться услугами врача-ортодонта, а врач-ортопед предложит несколько вариантов лечения. Ни для кого не секрет, что все мы доверяем мастерам своего дела. Специалисты «Денталя» регулярно проходят курсы повышения квалификации и участвуют в научных семинарах и конгрессах по стоматологии. В честь открытия клиники они подготовили небольшой сюрприз для своих пациентов. Хотелось бы отметить, что в нашем центре разрабатываются акции, которые позволяют пациентам с выгодой для себя установить зубной имплант, удалить зуб, пролечить зуб, пройти профилактику, удалить зубные отложения. Поэтому мы будем рады всем пациентам, которые будут обращаться к нам в центр за стоматологической помощью. Доступно, качественно, а главное – стерильно. В «Дентале» особое внимание уделяется чистоте, которая, как все мы знаем, залог здоровья. Новейшее оборудование позволяет быть уверенным в стерильности инструментов. Бережное отношение к клиенту – одно из основных правил «Денталя». Для студентов и пенсионеров действует специальная система скидок. Клиника расположена на улице Рощинской в доме номер 9. Найти ее просто. Дом надо обходить с левой стороны. «Денталь» – все для здоровья пациента. В конце мая Ивантеевский центр развития предпринимательства отметил юбилей – 10 лет. В завершении выпуска смотрите интервью директора центра Валентины Беркетовой. Забота, доброта, милосердие. День социального работника в Ивантеевке встретили скромно. Дни открытых дверей, приуроченные к празднованию, состоялись в областных учреждениях социальной защиты населения. В частности, гостей принимал дом престарелых «Золотая осень» и центр социальной реабилитации несовершеннолетних «Теремок». «Мелом на асфальте добро пожаловать» – написали для гостей воспитанники центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Теремок». День социального работника здесь отмечают трудовыми буднями. Сегодня в центре день открытых дверей, а значит, прийти и узнать об оказываемых услугах может любой желающий. Те, кто заглянул в «Теремок» утром, смогли присутствовать на торжественном награждении сотрудников почетными грамотами Министерства социальной защиты населения. Награждается Митькина Елена Владимировна за добросовестную службу. Сегодня в центре работает 70 человек. За 18 лет здесь прошли реабилитацию почти 18 тысяч несовершеннолетних. Помимо круглосуточного отделения диагностики и социальной реабилитации действует отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями, социально-правовой помощи, психолого-педагогической помощи и консультативной с функцией телефона доверия, а также отделение участковой социальной службы. К дню открытых дверей подготовлены информационные материалы, оповещены наши жители, граждане города, подготовлены буклеты специалистами центра. Стабильно более 40 детей находятся в центре на круглосуточном и дневном пребывании. На социальном патронаже состоит 60 семей. Всего сегодня в Ивантеевке мерами социальной поддержки пользуются более 24 тысяч жителей города. Полвека на грани, на грани творчества, искусства и красоты. Ивантеевский центр развития творчества детей и юношества празднует 50-летний юбилей. Первая грань в череде юбилейных торжеств – экспозиция в выставочном зале Центральной городской библиотеки. Торжественное открытие состоялось 5 июня. Как драгоценные каменья блистают на выставке рукотворные произведения искусства. Иначе и назвать их нельзя. Живопись, фото, авторская игрушка, роспись по дереву, народное творчество. Авторами талантливых работ являются педагоги Ивантеевского центра развития творчества детей и юношества. Наш центр творчества – это как какой-то маленький драгоценный камень. А люди, которые работают в нашем творчестве, в нашей обстановке, они творцы, они небольшие грани этого драгоценного камня. Творцов, чьи работы радуют глаз, называют поимённо. Это Дмитрий Линников, Алёна Ромашова, Наталья Горошко, Оксана Кондрина, Надежда Дмитриева, Мария Полякова, Виктория Плешакова, Елена Олейникова, Любовь Балавко. Хочу спасибо сказать коллегам. Низкий поклон художникам, которые у нас работают. Мы счастливые люди, потому что мы находимся в атмосфере творчества. Поэтому люди, которые меня окружают, они так или иначе учат меня. В этом году центру творчества исполняется 50 лет. Центр – правоприемник городского дома пионеров, организованного 26 февраля 1965 года. В этом году неоднократно центр менял своё название и место жительства. Но всегда ему оставались верны дети, родители, педагоги. Большая часть объединений приобщает ребят к художественным ремёслам и народному творчеству. Мне так нравится то, что вот можно, настолько интересно люди работают, они настолько и хорошо заинтересовывают наших деток занятием творчества, что когда уже приходят в школу, это ещё раз показывает, насколько наши дети, которые прошли вот ваш курс, настолько они творческий подход имеют, они удивляют потом в школе, они представляют все поделки. А для нас, взрослых, мы потом учимся вместе с детьми. Увлёк их педагог, дети заняты. И постихонечку смотришь, а этот алмазик уже бриллиантик, а он уже сверкает своими гранями, своими гранями своего творчества. И это действительно здорово, что есть столько хороших педагогов, которые умеют заинтересовать ребёнка тем, чем они увлечены сами. На душе так светло от весёлого пальца Взлетел высоко, в твоём сердце остался Педагоги центра победители разных лет городского конкурса «Педагог года» в номинации «Сердце отдаю детям». Разнообразные объединения и их участники – лауреаты фестивалей разного уровня, в том числе юные таланты Москве и международной ярмарки «Жар-птица». Сам центр с удовольствием принимает гостей и проводит на собственной базе фестивали. Мы всегда радуемся вашим успехам, ценим их. У вас действительно постоянно идёт развитие замечательное, творческое, и это здорово. Юбилейные мероприятия, посвящённые золотой дате Центра творчества, открываются данной выставкой. Сегодня всех гостей приглашают в Центр творчества. После завершения выставка расположится в действующем при Центре музея. Летом здесь также будет работать творческая площадка для детворы дошкольного и школьного возраста. Как показывает опыт, практически все ребята затем становятся участниками объединений Центра. И выставка эта открыта в преддверии даты, чтобы знали, какие работают талантливые люди в нашем центре, чтобы они потом смогли привезти своих детей и чтобы дети переняли опыт наших педагогов. Юбилейная экспозиция «Грани творчества» продолжит свою работу в выставочном зале Центральной городской библиотеки до 11 июля. Ивантеевка заняла третье место во второй группе по итогам седьмой зимней спартакиады учащихся Московской области 2015 года. Наши спортсмены отличились в таких видах спорта, как фигурное катание. Илья Красников занял второе место в категории «Кандидат мастера спорта». И конькобежный спорт Татьяна Хохлова стала второй на дистанциях 100 и 300 метров. Неплохо наши показали себя и в биатлоне. По информации Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью, в первой группе нас обогнали Павлово-Пасадский район и Черноголовка. Кубок и грамоты за третье место председателю спорткомитета Василию Султану вручил министр физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Роман Терешков. 12 июня государственный праздник. В этот день, в 90-м году, съезд народных депутатов принял декларацию о государственном суверенитете России. Кстати, именно 12 июня, помимо независимости, Россия обрела и первого президента. В этот день, но уже в 1991 году, во время всенародных открытых выборов, Борис Ельцин стал президентом нашей страны. Сегодня мы предложили Ивантеевцам вспомнить слова государственного гимна. Россия, священная наша держава. Россия, любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена. Славское отечество, наша свобода. Братских народов, союз вековой. Предками вечными. Мудрость народная, славься страна, мы гордимся тобой. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Славься, отечество наше свободное. Братских народов, союз вековой. Предками данная. Мудрость народная. Славься, народы. Гордимся тобой. Россия, слава. 12 июня на Ивантеевском телевидении смотрите концерт. Ирина Колобова и Евгений Гуреев. Знакомые ритмы, дорогие сердцу мелодии. В пятницу, субботу и воскресенье на Ивантеевском телевидении. Наш выпуск, созданный при поддержке Ивантеевских кабельных сетей, подходит к концу. Смотрите в сетях ИКС не только каналы центрального и кабельного телевидения, но и городской канал Ивантеевка-24. Абонентская плата за обслуживание линии кабельного ТВ – 110 рублей. А завершает наш выпуск рубрика «Актуальный комментарий». Прямо сейчас смотрите выступление Валентины Беркетовой, директора Центра развития предпринимательства. А я, Екатерина Бондрева, на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Центр развития предпринимательства города Ивантеевки 10 лет. Это некоммерческое предприятие. Оно образовано 25 мая 2005 года. Учредителями центра являются совет директоров крупных предприятий города. Это Михаил Григорьевич Ракиткин, совет предпринимателей Савенко Владимир Андреевич, председатели гильдии, гильдии бытового обслуживания населения Тархов Юрий Львович, гильдии стройиндустрии Беспалов Валерий Николаевич, гильдии потребительского рынка услуг Веселов Николай Владимирович. Наша деятельность, то есть Центр развития предпринимательства, в основном это оказание помощи малым, средним предприятиям. Предприниматель, который задумал открыть свой бизнес, но не знает, с чего начать, куда обратиться и так далее, значит, он приходит к нам за консультационной помощью. Выполняя свою миссию, в городе Ивантеевке Центр развития предпринимательства помогает малым предприятиям, начинающим предпринимателям, зарегистрировать свое дело, оказывает консультационную поддержку, помогает оформить документы регистрационные, представляет их интересы в налоговой инспекции, в пенсионном фонде, в фоне социального страхования. Введем бухгалтерский учет, ну и, естественно, налоговый учет. Кроме этого, Центр развития предпринимательства проводит обучающие семинары и консульционные. Проводим семинары в Центре занятости населения для безработных граждан. Обучающие семинары включают в себя информацию о введении бухгалтерского учета, так как это необходимо для индивидуального предпринимателя и малого предприятия. Налоговый учет, естественно, правильное составление декларации, правильная сдача, пенсионный фонд, отчетность, потому что пенсионный фонд – это тоже также серьезная очень отчетность. Это отчетность о стаже сотрудника, о стаже индивидуального предпринимателя, ну и, естественно, о стаже наемных сотрудников, о начительной заработной плате. То есть это своего рода трудовой архив предпринимателя. Планы на будущее. Центр развития предпринимательства – во-первых, переезд в новое здание. Мы еще не знаем, где у нас будет помещение, аренда помещения. Предпринимателям хочется пожелать, чтобы они не боялись, не трусили открывать свой бизнес, работать, значит, свою идею воплощать в жизнь. А мы всегда вам поможем.